Скажи, лопата, лопата, у тебя мать сдохла Бля, а он же меня отпиздит, он же взрослый А может не стоит, блядь, сколько тебе лет? 40-50 на подростков туда-сюда глядеть? Ну так, не думала об этом? Блядь, я слишком злобная? А тебя взрывали когда-нибудь, блядь? Ну нахуй, посиди под ядерным пеплом, может, блядь, успокоишься А ты что, блядь, подрочил на человека и не знаешь сколько лет, девочки? Так мне 15, тебя посадят, дорогой, блядь В хорошем плане ебет, да я ваших матерей в хорошем плане ебалу Я тебя люблю, да, ребят, ты на один раз на меня подрочил и уже любишь? Ну что-то ты, блядь, не пожалуйста, в угол у меня поставь, линейки по коленям отхлестаем Просто, бай, сходи к психотерапевту, блядь, комплекса, проработай чуть-чуть, бай Отец псих, растит в себе жену Я в восторге от названия и не знаю, что это такое Надеюсь, я еще о ситуации не знаю, только в тиктоке слышала, блядь Что какой-то, блядь, папа, хуя, общается с дочкой Я так понимаю, это как... Раньше был Эльза Гейт контент, когда была фетишизация детского поведения Кажется, тут примерно то же самое будет Но не будем загадывать, блядь, сейчас посмотрим и узнаем Дану ребенку не для того, чтобы веселиться и отдыхать, а для того, чтобы учиться и... Ой, блядь, какой ты тихий, епт, куда еще раз? Я ни слова не услышала Детство дано ребенку не для того, чтобы веселиться и отдыхать, а для того, чтобы учиться и развиваться как личность Ой, бля, а ты в детстве, нахуй, много как лично сейчас виделся, блядь? Много вы ебываешься. Регулярно проверяю телефон своей дочки. Бля, а он же меня отпиздит, он же взрослый мужик. Многоуважаемый отец кто-то там, блядь. Only dead. Не бейте меня, пожалуйста, в реальной жизни. Я просто дурочка в интернете, которая кривляется на два зрителя. На которую один из них дрочит, а второй из них это я. Не бейте меня. В интернете можете мне какашку сказать. В реальной жизни меня не бейте, пожалуйста. Я заплачу. И убеждён, что каждый родитель должен это делать. Я считаю, что у ребёнка не может быть никакой личной жизни, о которой бы не знал родитель, пока он не станет совершен. Вы постали, блядь, сколько мне запор напалили, блядь. Ой, блядь, всегда ругали. Ой, вы дурочки все, конченые. Ребят, дайте детям, блядь, доступ в интернет. Просто, реально, время ограничивайте. А так пусть у них секретики будет, иначе они раскомнадзор совершат, который я полностью осуждаю. Каждая девушка должна уметь вкус наготовить. Братишка! Я тебе так мутать принёс. Каждая девушка должна уметь вкус наготовить. Каждая девочка должна носить платье. Моё твёрдое убеждение в том, чтобы ребёнка не... Ой, блядь, какой ты громкий. Вот то тихий, то громкий. Ёб твою мать. Какой ты дурачок. Может быть много времени, когда он предоставлен сам себе. Просто, блядь, она там какую-то, блядь, китайскую нахуй стену расписана, блядь. Фрески какие-то, а еблан просто вертикальное видео нормальное со звуком не может записать. То громко, то тихо. Но очень красиво, моя хорошая. Я, кстати, купила себе краски за 500 рублей масляные. Мне так нравится ими рисовать. Получается, вроде бы хуйня, но мне сам процесс так и нравится. Вы бы знали. Я ещё не знала, что их, оказывается, нужно не водой разводить, а маслом. И я просто, типа, полчаса не поднимала. А ещё не рисуются, блядь. А в итоге там нужно какое-то льняное масло, чтобы ими писать. Мне похуй оливковым подсолнечным залила. И нормально, вроде нравится. Если вежливо попросите, даже покажу. Если, блядь, сможете одну руку от хуя снять, вторую из жопы вытащить. Ну, девочку чуть-чуть жалко, на самом деле. Блядь, нет, это сосисочный чел. Мне так не нравится его манера. Он так быстро говорит, я ни слова не успеваю понять. Ёби-попи, анделс, быть медленная, размеренная девочка рассказывает. Эх, классическая история про мужика, которого бросила жена из-за задницы размеров с арбуз. Обычно у него жопа выглядит. Не надо тут его какие-то комплиментики говорить. Это лишь дочь и двоих похотелей плантаций. Могла, разумеется, лишь... Осуждаю, еблан. Я твоих матерей, блядь, на шампуре. Ну, они же сосиски. Это без угроз, если что, без осуждений. Просто, ну, блядь, чтобы понятно было. Закончится петлю и в душевую, но... Тоже осуждаю? Ну, а наш сегодняшний герой не пал духом, а просто, ну, очень сильно начал ограничивать свою дочь и очень сильно вести ютуб-канал. Ну, блядь, ведете себя так, как будто никогда Мистер Макса Мискетти, блядь, не существовало. Как будто не существует, блядь, тысячных, тысячных, тысяча, тысяч каналов, блядь, когда родители эксплуатируют своих детей. Блядь, как будто бы нет вот этих вот American Blogger. Мы живем в домике на колесах и у нас дети спят на раскладушке, а мы на кровати King Size. Скажи банка. Короче, пристегнитесь. Это как в лагере. Скажи, лопата, лопата, у тебя мать сдохла. Очень смешно было, я обожала. Недавно мне начали, ну, невероятно сильно спамить предложку вот этим замечательным ботянькой. Говорят, что-то типа, мол, братан, он тут неадекваша от слова совсем. Если говорить честно, я был поначалу так-то не согласен с комментариями. Я хочу, чтобы на меня делали обзоры, чтобы я делала реакции на обзоры на себя и оправдывалась. Ну, я не это имела в виду, ну, я на самом деле добренькая, я просто не думаю, о чем говорю. Или нет, подождите, нет. Ну-ка нахуй надо переобуться быстренько, подождите. Нет, я хочу, чтобы на меня делали обзоры, а чтобы я делала реакцию. Ну, ладно, не такая уж я и спешта, не такая уж я и прикольная. Что-то вы меня расхвалили. Вот так. Кто тут, два зрителя, сидит, поздоровайся хоть со мной, дурачок. Посмотрев его видео снова и снова и снова и снова, и, собственно, изучив больше его вот этого контента... Ой-ой-ой-ой, столько я с этим, блядь, R34 артов видела. Ой-ой-ой, как мне хорошо. Я понял, что, ну, на самом деле, люди тут так-то правы. Отец тут явно неадекватный. Он играет с дочерью как с куклой и делает из нее, ну, якобы, какую-то там идеальную девушку, ограничивая ее свободу выбора и нарушая личное... А что такое одеваться правильно, блядь? А где это расписано? А правильно в религиозном плане? А если в религиозном, то в какой религии? Или на законодательном? А законодательном не расписано, что и как правильно. Или по собственным, нахуй, каким-то ебаным убеждениям? А татуировки, это правильно? А некоторые считают, что это неправильно, блядь. А кто дал себе право решать? Какого-то сформенного балахона, в которых сейчас ходят все подростки. Смотря на современных подростков, я ужасаюсь от того, как они выглядят. А может, не стоит, блядь, сколько тебе лет? 40-50 на подростков туда-сюда глядеть? Ну так, не думал об этом? Трем-сериал «Слово пацана» с раннего возраста... Ну понятно, блядь, выводы сделали. Вкус к музыке, к хорошему кино, к хорошему... Вот так, с бокалом вина. Я считаю, что «Слово пацана» режиссовской работы очень тонко есть. Игра света, игра перспективы, некоторые углы съемок меня вовсе поражают. Ну я считаю... Блядь. Мой хороший. Ганебала, посмотрите, если хотите вкус хороший развить. Вот это сериал. Вкус на жизни. Жаль, что этого не делают все родители. На мой взгляд, такие сериалы, как «Слово пацана». Ни в коем случае нельзя смотреть подростков. Ты без пиздежа реально красивая, но подача супер-агрессивная. Я когда, блядь, не мурчу? Я не наплываю, просто совет. Хочу для развития дать. Громко говоришь. Ну, я б с тобой бухнул. Сори, я не пью, не поддерживаю ни алкогольные, ни табачные, ни никотиновые, ни наркотические изделия. Все для дурачков. А тебе? Блядь, я слишком злобная. А тебя взрывали когда-нибудь, блядь? Ну, нахуй, посиди под ядерным пеплом, может, блядь, успокоишься. Я не злая, я эмоциональная. Ну, да, чуть-чуть ругаюсь, да. Но мне в кайф, сори. Я люблю ругаться. Я не знаю, что такое слово «пацана». Всегда удивляю из-за различия родителей к внутреннему миру их детей. У меня мама тоже, блядь. Но, Максим, ты вообще слова не держишь, блядь. Вот тебе надо посмотреть слово «пацана». А там что-то, блядь, ну, такая ебаня-то. Ну, в плане... Я не говорю, что плохой сериал, я не сорела. Я пару отрывков видела, мне смешно устало, я ушла. Но мы на стриме смотрели «Тока-бока» слово «пацана». Вот это, блядь, было восторг, сори. Не, ну чё, я, в принципе, согласен. Ладно, тогда чай бы попил с тобой, сори. Не пью чаёк с теми, кто на меня уже дрочил, теряя интерес к таким людям, извините. Ты ведь, если детям не показываете... Я уже вас досухо, получается, выжила. Что из вас получать-то, мои дорогие? Застокую реальность. Да у них даже энергетик в желудке начнёт жёстко ебать за ЗОЖ. И чё-то я не понял, в смысле, типа, ребёнок даже не знает о слове «пацана». Он чё, не слышит ничего столь в этом мире? Я вообще не понимаю. Конечно, у неё же телефона нет, он у неё забрал его. Она вообще в метеопространстве чуть больше меня шарит. Я третий зарядный. Наверное, блядь, дробовик тут трёхствольный. Я о таком не слышала. Может, пулемёт, сори. Чего добивается отец? Ну, кем бы вы себя не дефицитировали, лишь бы не словарём дали, я вас всех приму. А ни один словарь не был мной прочитан, поэтому я не умею формулировать предложение. Максимально ограничивая, блядь, инфополе вокруг ребёнка. Он чё, искренне верит, что, типа, если вдруг его ребёнок не посмотрит или не узнает о каком-то жёстком сериале, то в этом мире он больше не увидит никаких проблем? Типа, Личинус выходит такой на улицу, но он не смотрел сериал, и сразу во всей вселенной происходит следующее. Вот, блядь, ты нахуй. Ну ты помедленнее говори, я дур тупая. Я ничего не слышу, не понимаю. Я, ну, вообще не согласен с таким воспитанием полностью, блядь. Да кто из нас согласен, блядь? Ну, не пытает, но мучает реально ребёнка, блядь. И личное пространство ограничивает, и приватность, и интернет у неё забрал, ну и блан, ещё и кормят, блядь, по-моему, в плане сериала пацана. Не типа сериал плохой, опять-таки, я... Повторюсь. А в апфеты, в апфеты, сериал вам может быть и неплохой, а не сериал, но все Ганнибала посмотрите, пожалуйста. Мой любимый сериал. Такое чудо-юло прикольное. Сколько лет? Интересненько. А ты что, блядь, подрочил на человека? И не знаешь, сколько лет, девочки? Так мне 15, тебя посадят, дорогой, блядь. Всё? Ну-ка, блядь, шеймбой терияки. Кто-то, блядь, на зону тут полетит. Где у меня, блядь? Всё? Блядь. Призван, виновен, блядь, в хранении пурно-материалов несовершеннолетнего возраста людей, короче. Всё, блядь, посиди, подобно всем поведением. Ладно, не сы, не сы в трусы, бля, 18 девочки. Аха-ха, а так ты говорила, что школу закончила? А то, что я напиздеть могла, тебя не волнует? Я-то запиздёшь в рот не возьму. У меня ложь вот так, просто, больше, чем правда изо рта вырывается. А уж тем более, отцовская любовь не должна... Да, отцовская любовь. Да, быть, похоже на зависимость или на какие-то там кандалы. Я, конечно, не отрицаю, ну... Реально, мужичок-дурачок, блядь, посадить его за хуёвые отношения с дочкой. И пусть дочка счастлива, добро живёт. Возможно, его самого-то к родителям воспитывали, или, не знаю, у него там фляга свистанула из-за того, что у него там с женой что-то произошло. Но подобные отношения отца и ребёнка, которые показывают в своих видеороликах, лишь травмируют психику самого... Ну, правда, девочку жалко, моя хорошая. Ребёнка. Какого вы, ебланы, тварь, подумали. А в плане морально. В единстве ради, ну, типа, не любовь к ребёнку. Это, блядь, просто игра в куклы. Чтобы вы понимали, насколько ситуация плачевная, ботяне даже не даёт дочке право самой себе выбирать одежду. Или выбирать банально самой себе, что же, блядь, на... В хорошем плане ебёт. Да я ваших матерей в хорошем плане ебала. Уважаемый, шэмбой, тереяй. А ты хочешь послушать? А скуяли, уважаемый? Нет, ноль уважения, ноль... Zero respect, zero bitches, No bitches, no ball, no balls, no dick, and probably no battles, since this guy feeding radiation, что-то такое, блядь, не помню. No butthole, просто, блядь, опозорила. Для 85ега по-английскому, снимайте все баллы у меня. Она не знает, как жопу по-английски. Лиза слушает только качественную музыку. Самое... Ну, я не думаю, что, блядь, под качественную музыку можно вот так, блядь, танцевать. Давайте честно, моя хорошая. Я прививал Лизе музыкальный вкус. S это жопа. Да не S, а butthole. Это жопная дырка. Ну, блядь, ты-то подрачен. Должен такие вещи знать позорные. Насрал в кувшин. Насрал в кувшин. В нашем доме действует полнейший запрет на низкопробную музыку. Она в наушниках сидит, как-то узнает, что она слушает. Потребителей. Пока люди бездумно орут инстасамку. Так, извините, пожалуйста. Я, как человек, еблан конченый, люблю инстасамку, мне не стыдно, блядь. Извините, пожалуйста, фейстайм, песня, моя любимая. Мой любимый момент, который... Да все, иди сюда, я не помню. Так ты, в общем, сказала. В общем и целом, это во-первых. А во-вторых, мне похуй, что я говорила. Я не помню просто секунды, и уже не помню, что я сказала. Ахах, ебать, реально подращил. Да я говорю, прям позор не какой-то, блядь. 7 минут. Ну, хоть бы 10 для галочки написал. А я уверена, он еще припизднул, блядь, для того, чтобы, ну, вы мне извините, блядь, ну, солидно более показаться это дабл смешно. Я прав... Я 10, дохуя... Три, ну! Ну да, реально, бог любит троица, я согласна. Ну ладно, бог не дурак, любит и пятак. Учила Лизу слушать. Поэтому, золотой диапазон от 3 до 5. Не лет, но минут. Сиськи за счет, мама твоя за счет. Не смейся наигранной, не пиши мне в чат наигранной, смеюсь, как хочу, если я смеюсь, только любя. Хоть раз я посмеялась за эстрим, ни разу. Я, блядь, в реальной жизни, блядь, как смеюсь, так и здесь смеюсь. Еще раз мне, блядь, напишешь про наигранное. Вот вы в ютубе мне твари пишите, и вы, я всех забаню, мне похуй, я даже дрочера не забаню, блядь, а тебя забаню, чтобы тебе дабл обидно было. Да, пизда. Блядь, я промажала. Биби Джин, насрау, Джин. Если открыть плейлист моей принцессы... Дон стоп минал. Опа, опа, а посмотрите, блядь, пиратки скачивают на индекс музыку. Я знаю, о чем говорю, а так же сделаю. Пиздец наигранная. Мама твоя тебя любит наигранная, блядь, ты приемный. А меня больше любят. Ну, блядь, я бы так не сказала, я бы сказала, меньше ненавидят. Вы найдете только величайших исполнителей. Майкл Джексон. Видите, не, не, ну я, конечно, отчасти согласен, да, что если человек выбирает сам себе музыку, то его надо лечить. Например, лоботомия, если это... Лоботомия, корр. Извините, вы не поймете прикол, это для Андрея Гурцова была шутка. Прикинь, дрочил, ты ее ебешь, а она пиздит так без остановки. Бля, это мой главный страх. Это, я клянусь, я клянусь, это мой главный страх. Собственный музыкальный вкус, это какая-то... Просто заходит как-то на зону черный сталкер и спрашивает, где-то ли у вас водички. Просто кошмар. Это, ну, непозволительная роскошь для этого. Как его там? Ах, да, блядь, подростка. Еще... Она доберется до тебя. Просто жалко, у меня пистолет пластиковый стомался. Я бы просто тут... Вот, мои 9 миллиметрс, гоу, бэн, бэн, банана бэн, банана бэн бэн. В идеале ему надо, разумеется, как бы, доступ к ютубу ограничить и в принципе к интернету. А то вдруг так-то дочке потеребольнить захочется, а отца рядом не будет. Также я просматриваю историю поиска на ютубе и в других сетях... Вот, бля, вы бы знали, сколько в мою историю на ютубе сотрел, блядь, смотрели, а там в период пубертата... Ой, что было, не извините. К сожалению, в последнее время многим родителям абсолютно безразлично, чем живёт его ребёнок. Я только что видела там СМР, блядь, аниме. Вы меня не обманете, у меня опыт есть в таких вещах. Так же я просматриваю историю поиска на юбиле и других социальных сетях. Давай, 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 я всё видела. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это что такое, блядь? Я всё про вас знаю. Так мы же дружим, она мне даёт возможность получить удовольствие. Ничего нет в этом плохого. Ребят. Блядь, если бы мы с вами в Валорант один на один играли, я бы вам столько сладких вещей наговорила. Тут на Твиче они блокируют свои языки битбокс. Бля, ты можешь не битбоксить? У меня мать умирает. Бля, не умею битбоксить, но вы поняли прикол. Многим родителям абсолютно безразлично, чем живёт его ребёнок. Короче, как... Меня охуеть... У меня мама такая... Я любила ролики смотреть, где типа... Дети впервые пробуют русскую еду. Дети впервые пробуют корейскую еду. И там типа дети лет семи. И мама мне такая... Ты смотришь контент для отсталых людей. Тебе нужно сходить к психологу. У дети в твоём возрасте такое не смотрят. А мне было само, ну типа лет 13, 14, чего там такого-то. Как вы понимаете? Ну короче, неприятная ситуация была. Следуя словам этого мужика, вызывайте нахуй духу. А следом и батюшку, если слышите, что у ребёнка в комнате играет не Моцарт. А лучше вообще возьмите всё в свои руки. Желательно в Библию и перетяните личинку ею. А почему Библию? Почему мы занимаемся пропагандной определённой религией? Почему не все религии равны? Почему не все религиозные книжки важны? Хотел сделать дело и выйти. Такой оторвешься, такой оторвешься. Да не трэш я! Ну хватит! Ну ёптую мать! Сижу просто кривляюсь на камеру, бля. Хи-хи-ха-ха ловлю. А вы меня трэш называете? Ну ладно, ты тогда подпишись тогда. Это, бля. Тебе повезло, если они впервые за месяц надела мне толстовку. По башке, чтобы выгнать из своего чада злой дух инстасосалки. А если вы ещё вдруг и увидели, как ребёнок, не знаю, там, играет в компьютер, то всё. Вот, блядь, ты нахуй! Спасибо большое! Дай тебе Бог здоровья, блядь. Не буду тебе венерические заболевания желать, но само всё как-то случится, да, я считаю. Бумеранг, бумеранг прилетит всем. На Авито, ребёнок теперь БУ. Ну на самом деле, я реально никогда не понимал родителей, которые, ну, всё запрещают своим детям. Ну реально, бля, ебланчики какие-то. Ну, господи, бля, у вас дети вырастут, хуй пойми кем. Например, если бы уже заговорили о компьютерных играх, то, ну, я люблю играть в компьютер, особенно в бесплатные игры. Сука, если сейчас реклама будет, я бандую. Ну как-то. Я тебя, спермик, не спермик, спермик это другой. Дрочер, я тебя баню, если тут сейчас реклама будет. Всё, всё, нормальный. Советую, на самом деле, и вам просто брать и играть. И не запрещать вашему ребёнку тоже брать и играть. Сейчас у чела просто, блядь, жизнь на волоске. Ну, банально хочется. Рекомендую, ну, из банального, начать с ювов. Кто не знает, это бесплатный и, пожалуй, ну, один из лучших... Опа! Опа! Ну всё, блядь. Блядь. Баним мужичка. Ну ладно, я женщина, я хозяйка своего слова. Я его дала, я его нахуй обратно. И заберу, банить не буду. Но хотела, чтобы на яйца присягла. Да я не против, чтобы ты меня банила, Тяночка. Ну, блядь. Обидно. А почему тебе неприятно, блядь, эта мысль? Мне неприятно. Ты должен бояться. Ты должен умолять меня, чтобы я тебя не банила. Ну, блядь. Вот, блядь. Значит, не такой ты хороший человек, как я считала. Не, не про бан. А про бумеранг. А, ну, блядь, так тебе в затылок прилетит удачный. Какой-то анекдот, блядь. Чел китает, блядь, бумеранг. У него уже всё, блядь. У него уже черепушка вот раскрывала, блядь, дырка, блядь. Он всё кидает и кидает этот ебаный бумеранг. Подходит к нему и вот руку говорит. Так ты выброси, блядь, этот бумеранг. А этот ему отвечает. Так сам выброси. И всё. И всегда, блядь, оба с дырками во лбу. Куча игр. Я сегодня подрочил. Завтра на меня охуенно. Что бы ты не имел в виду этим предложением, как бы ты его не сформулировал, какие бы подлежащие сказуемые ты вместе не связал, пошёл нахуй. Короче, я хотела себе доброе вещей наговорить. Я забыла посередине, что я сказала и хотела. Например, Legend X3. Да ёпт, мать, ещё одна реклама. Да твою ж насрал. Можно мне две рекламы, пожалуйста? Слушайте, в PvP Месилова. Да, блядь, я ваших матерей люблю, уважаю. Что? Расскажи мне про ебанутого. Батю, что ты мне про игры рассказываешь? Одец полностью ограничивает и контролирует ребёнка и, по сути, воспринимает его лишь как какое-то домашнее животное, знаете? Он не даёт ей вообще никакой возможности выбирать хоть что-то в своей жизни, а сверху всё это ещё и полирует, так сказать, постоянным тисканем своего чада. Чего? А вот в этот момент поподробнее вы ебланы? А они, блядь, живы до сих пор? Они не в тюрьме? Вы своей дочери, что люблю её. В нашей маленькой семье проявление чувств всегда было важной частью наших отношений. Иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Вот это очень смешно было, ссори. Романтики хочется. Для каждой девочки важно чувствовать любовь своего отца. Бля, а вы у девочки спрашивали, хочет ли она такую любовь отца получать? Любовь это хорошо, не такая, мой сладкий, не такая. Я показываю ей свою любовь с первого дня её жизни. Ага, я... Однажды мы с Лизой посчитали, сколько раза мы обнимаемся. Получилась цифра 24. Каждый раз, когда я сжимаю её ладонь в свои три раза, это означает три слова. Я тебя люблю. Каждый раз, когда я сжимаю её ладонь в своей ладони три раза, я ей пульс нахуй разгоняю, чтобы она не умерла, чтобы у неё сердце не осталось. Я тебя люблю! Ребята, на один раз ты меня подорощила уже, любишь? Ну, чё-то ты, блядь, ну... Ну, не крепкий, я так тебе скажу. Влюбчивый, влюбчивый. Я таких не уважаю, не люблю в ответ. Я в ответ тебя не люблю. Мечтаю, что однажды, проведя её к свадебному алтарю, сожму её ладонь... Сожму её горло посильнее, чтобы она никогда... Было, было разговор. Не досталась другому мужчине, ведь я так люблю Лизу. И знаете, ну... Это... Подождите, мы могли обзор этой девочки посорить на их? Нахуй мы тогда сосисочного парня слушаем? Да, посыл видео, на самом деле, так-то, ну, довольно неплохой. Потому что, ну, реально... Ой, блондиночка ей так хорошо. А я реально влюбчивый. Ну, значит, твоя любовь ничего не значит, если ты влюбляешься налево и направо. Значит, чувства твои неглубокие и неценные. Я нужно... Ну, чисто для меня за всех сказать не могу. И знаете, что в наших странах как-то не особо часто родители говорят своим детям, ну, что они их любят там. Особенно редко дети слышат такие слова от своего же отца. А от отца что я в последний раз слышала? Не знаю, ничего. Извините, беру слова обратно. Чё ты мне рыб накидал, бля? Я не голодная, спасибо большое, бля. Отлетели от меня твари все. Потому что нужно признать, что, ну, в принципе, в наших странах дети очень редко слышат голос отца. Ну, да, я в этом и шутка была. Спасибо, потому что я дура не смогла сформулировать. Но уже четыре ночи, четыре дня чуть не скажу. А, это новый чел! Я думала, это, бля, дрочер этот. Привет, сладкий! За рыб спасибо, я тебя уважаю. Не ценишь, потому что рыб тебе. Ну, не ценю, потому что я больше колбасу люблю, чем рыбные изделия. Вы мне извините. Сосиски, копченая колбаса, нарезанная на бутербродике. Ммм, с сырком-то плавленым расплавленным. Но, тем не менее... А с рыбьими головами мне чё делают, бля? У меня даже приколы с ними нет. Я ещё первый раз их вижу. Я даже не знала, что эмодзи такой есть. Кажется странным, что ботёк влюблен... Вот так здесь встречают новеньких стыдоба! Извини, пожалуйста, в угол у меня поставь линейку по коленям отхлестай, мой сладкий. Добро пожаловать на стрим! Дайте бог здоровья, живи долго и счастливо. Не болей, писю побрей. Маме здоровья, тебе здоровья, всем счастья, здоровья. Оставайтесь, если хотите. Первое правило чата. Чем сильнее я вас оскорбляю, тем сильнее я вас люблю. Прошу это учитывать. В любой момент времени может просто подойти к ребёнку и засосать его в дёсна. Чего? Я две секунды, блядь, посмотрела ролик, уже позоришь и такое. Полностью осуждаю, полностью не поддерживаю. Аха-ха, ну я топчик. Я, блядь, по поводу того, топ ты или нижний не могу быть уверена, извини, пожалуйста. Красивая и ухоженная внешность для моей девочки это её визитная карточка. Такая вот. Руки, блядь, убрал с ребёнка быстро. Ой, блядь, он меня впиздит. Извините, пожалуйста, уважаемый онлит Дэдди. Не пиздите меня в реальной жизни. Я слабая женщина. Дица по жизни. Даже не женщина, девушка. Никогда... Какая ебать. Вот, блядь, ты нахуй. Гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Ха, у меня стрим так один раз назывался. Надеюсь, тебе всё понравилось. На работу скоро я пошёл. Ну, удачи тебе на твоём заводе. Семь часов хуярить. Дай бог тебе здоровья. Хуй у тебя отвалится завтра. Чекай, чекай. Паяльник завтра придариваешь. Блядь, извините. Хуй, за рта вытащу, блядь. Потом разговаривать начну. Больше не буду таким заниматься. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Волтер. Волтер. Убери, слушай, подашь, Волтер. Батя может спокойно обнять, там, не знаю, в любой момент ребёнка. Или без стука завалиться к нему в комнату. В комнату к дочке, чтобы, не знаю, разбудить её, например. Ему, ну... Ну, я правда не поддерживаю такое. Всех должно быть личное пространство. У ребёнка тем более. Абсолютно пофигу на то, что она там может быть, например, голая, блядь. Или, ну, не знаю, там... Стыдно должно быть. Ладно, давай. А мы не даём... Чё-то... Ну, вы даёте. И не даём. А как вы расслабляетесь? А мы не напрягаемся. Деребонькой, блядь, сутрица пораньше, чтобы батя не видел. Ничего, пришла без... Ну, в туалете запрётся и нормально. Фёга. А если в туалете нет замка, это же вообще кошмар сейчас. Родители, пожалуйста, стучитесь, когда входите в комнату. Пожалуйста, я вас умоляю. Мам, мам, стучись мне в дверь, пожалуйста. Своим детям. Особенно, ну, если не хотите сломать им психику. И себе тоже не надо её ломать. Пожалуйста. И даже если во всём этом, ну, нету какого-то педоподтекста, да, то... Всё равно, ёбань, блядь, нездоровые отношения между дочерью и отцом. Бать! Ха, сломать я вспомнить не могла. Ну, пожалуйста, можешь дать своему звездяку хотя бы в телефоне поваляться без тебя, блядь, господи. Макс Миккельсон в сексе, я всё сказала. Ну, какая же это всё... Я не знаю, нахуй он его вставил. Просто моё внимание привлечь. Уважаемый сосисочный чел, у вас получилось. Тутушниловка, блядь. Не, серьёзно, ну, без шуток, больно на это смотреть. Типок, мало того, что перед видео кричащий типа Я жизнь, не дающая ребёнку нормально жить. Отмените меня, блядь. Так ещё и озвуч... Да, где культура отмены, я не понимаю. Куча в этот каким-то, ну, максимально душным голосом. Аля из переозвучки старого хен... Ня! Вот это, эээ, радиоактивные люди. Придя домой, Лиза сразу садится за уроки. И после выполнения всех школьных предметов... А с хули у неё там, блядь, математика за четвёртый класс? Занимается иностранными языками. Лиза, я вас уважаю. Вы учите язык, который я не знаю. Счастья вам и здоровья. Два года назад на нагрузку к английскому я дал ей на выбор три языка. Японский, китайский и испанский. Лиза выбрала японский. Каждому языку она посвящает полтора часа в день. Для каждой девочки важно чувствовать любовь своего отца. И я показываю ей свою любовь с первой... Позорище. Сэй, а, да! О, я так люб... Я пересмотрю, я два раза сорела, я ещё раз пиасариваю. Да, вы их уйсосите, блядь. Ну и спиздили, спиздили сюжет у Евангелиона. И чё? А разволосая девочка есть в Евангелионе? Нет. Ну вот, блядь, и вопрос решён. Отец, ну, неадекваша, от слова совсем. И меня пугает эта ситуация. Ситуация, в которой у ребёнка не может быть ни минуты свободного времени. Каждая минута её жизни должна приносить ему пользу. Ах, ух ты. А ты вот срёшь, мужик, какая тебе польза, блядь. А чё ты за собой не слишь? Вот тебе тату делали на руках. Вот, блядь, они тебе пользу какую принесли? Отцу абсолютно накекать на личную жизнь своего же чада. Он пытается искусить... Ему вообще не накекать на личную жизнь своего чада. Он личную жизнь своего чада полностью контролирует. Мой хороший. Включи ролик, блядь. Но есть из неё не человека, а какую-то куклу. Не знаю, скачай там оконч, братан, по-братски. Он лезет в любой аспект её жизни. Идёшь на свидание, батя будет рядом и разу... Какое свидание, блядь? Она ни с кем пообщаться не может. Моя дочь пригласила на свидание одноклассник. А потом батя ещё, разумеется, и снимет продолжение, показав все аспекты вашего свидания. Если вы хотите узнать, как всё прошло, обязательно подписывайтесь. Бедный хромакей на девочке. Смотрите на наш канал и ставьте лайк. Извините, я молчу. Я полно... Я рот закрыла. Очки просто смешные. Больше ничего не скажу. Я боюсь, что когда у дочки будет первая брачная ночь, батя будет рядом стоять и темп подбирать. Блядь, да он мне доживёт. Давайте честно. Быстрее, медленнее. А ну-ка, улыбнись в кадр. А теперь поцелуй меня, пускай твой мужик немножко на меня посмотрит. Мерзости. Галясти, мерзости. Где у меня кнопка, которая взрывает, блядь, экран? Вот, блядь, наслаждаемся. Всё по заслугам получил, уважаемый. Даже неуважаемый. Нет, нельзя говорить, что он неуважаемый, он меня отпитит. Повторно попрошу не пиздить меня в реальной жизни. Можете предъявить мне в интернете, в реальной жизни не надо меня бить. Я слабая женщина. Я заплачу и драться не буду. Свидание-то, ну, невероятно важное воспоминание. Ну, я лично до сих пор с теплом вспоминаю, как на улице рандомный дядька позвал меня в подвал. Там поставил передо мной камеру и потом сказал вот эти вот слова, от которых я до сих пор трепещет сердце. А теперь снимай трусетки и улыбайся в камеру. А, подождите, осуждаю! Не поддерживаю, совсем забыла, блядь, где я нахожусь. Ладно, ну, на самом деле, да, если говорить без шуток, то, ну, это реально бред. Патя даже не дает девочке самой мыть голову, там, красить. Чего? Это же, ну, это реально не... Ну, в душ-то, блядь, ну, куда ты за ней пошел, ну, ты еблая? Слушайте, выбирать мейкап, он все решает за нее. После, как обычно, сделал Лизе утренний макияж. Он вприн... Эм, блядь. Сделал макияж? А как насчет, блядь, сделать ей отдельную комнату с домком? В принципе, ну, никак не готовит ребенка к взрослой жизни. Он лишь ограничивает дочь и заставляет... Ну, блядь, просто вот, это вырастет, нахуй, из-за чайных домокозяек, которые только, блядь, обед постирала, обед постирала, блядь. Ладно, я при нее пизжу, она там вообще все делает, блядь. И на дудке играет, и, блядь, мебель шьет, я что-то видела. Одну серию сорела, пиздеть не буду, ни за что. Он сам хочет. Носи то, что я хочу. Смотри то, что я хочу. Слушай то, что я хочу. Целуй меня, потому что я хочу. Дочь хочет вкусно поесть. Не, ни хрена, иди в зал, потому что я хочу. Каждая девочка мечтает стать красивой, но не у каждой это получается. Три раза в неделю мы с дочкой ходим в тренажерный зал. Просто, бать, сходи к психотерапевту, блядь, комплекса, проработай чуть-чуть, бать. Для любой девушки красивая фигура и здоровый образ жизни, это важнейшая составляющая успеха. Да, ну конечно, блядь, здоровый образ жизни и титьки. Нахуй и здоровье в пизду вкатилось, и счастье, и удовольствие от жизни. Нахуй оно все надо, действительно, когда жопа накачана. Я считаю, что главное в жизни это внешка, а он у своей жизни. Лукист, ебаный. Ты на жопа не спросил мнение по этому вопросу, не? Отец. Обычная жопа, не жирная, не надо ему комплименты делать. Он типа, то ли тупой, то ли тупой. И он, ну, искренне не понимает, что Максим... Я посмеялась, потому что я в голове тоже сказала, то ли тупой два раза. Я над своей шуткой посмеялась, а не над его. Ребенка не приведет ни к чему хорошему. Десятки обзоров на наш канал. И вскрыла огромную проблему в обществе. Проблему недолюбленных детей безд... Сейчас, блядь, я поплачу прямо сейчас. ...и вечно отсутствующих отцов. Вся шумиха вокруг нас показывает сотням тысяч людей, что детям и подросткам нашей семьи катастрофически... Блядь! Такое смешное. Ты уху ли свою дочь, блядь, целуешь там, где не надо? Я понимаю, у вас не было отца, вас никто не любил, все хорошо. Блядь, это ебан мой хороший. ...не хватает обычной заботы и внимания от родителей. Как только у дочки появится шанс вылететь из этой тюряги, она в такой кутёш уйдёт. У-у-у, мальчишник, как и покурит в нефтосторон. У меня все вот такие одноклассницы, которые дико контролировали, либо снаркоманились, либо залетели... Было. Я говорю, от всех своих знакомых, которых я знала в школе, да. Почти все сторчались или девершами стали. Некомфортно. Ну, блядь, чем богаты, тем и рады. Или пока просто документы до универа несли они, найдут кому дать, и что, просто выходя из дома. Так сказать, все устроили спидран по беременности. Поехали. Может быть, конечно, сейчас, она ещё не сильно понимает, что там происходит, и не сильно напрягается дома из-за всей этой ситуации. Но, я даже боюсь... Ну да, нормально, я тоже не понимала, блядь, что... А хули у меня историю браузера смотрят? Ну, наверное, блядь, так надо. Ну, я не поддерживаю такое, если честно. Представить. Если мне когда-то будет ребёнок, пусть любой портус смотрит. Нет, какая нахуй разница, уже были в задницу. Тролят в школе, ибо она банально оторвана от сверстников. Пока все слушают новую музыку, пока все текут от западных, там, вот этих... Нет, ну у неё там, если честно, в аудиозаписях такая же песня, как у меня. Тоже, блядь, это, блядь, Майкл Джексон тоже. Квинт, похуй, абсолютно. Блогеров. Там за музыку реально булить не будут. И реперов. Наша девочка интервью Чарли Чаплина пересматривает между изучением трёх языков. Малыха даже, ну, банально не знает о существовании остальной вселенной. Господи, как мне её жаль. Я считаю, что ребёнок должен, ну, сам себе... Блядь, ты нахуй! Ой, Таисия, дай бог тебе здоровья, моя родная. Живи долго, счастливо. Не болей, писю, побрей, моя дорогая. Маме здоровья, тебе здоровья, всем счастья, здоровья. Привет, как дела? Прекрасно выглядишь. Таиска, спасибо большое. Я тебя... Ладно, не буду говорить, что пока люблю, пока не знакомую. Но счастья, тебе здоровья, я тебя уже уважаю. Первое правило моего стрима, чем больше я вас обижаю, хуесошу, тем сильнее я вас люблю. Поэтому заранее на гадостные колки и комментарии не обижаемся. Пожалуйста, давайте как-то, ну, законнектимся в этом плане. Я вам даже себя разрешу хуесосить, если вы добренький, на самом деле. Потому что я так-то тоже добренькая, блядь. Я хуесошусь просто потому, что мне весело. Если вы меня в реальной жизни встретите, я буду добренькая, миленькая. Да, возможно, она выберется... Спасибо за то, что написала, что прекрасно выглядишь. Я впервые за три месяца или за два надела не толстовку. Блядь, потому что меня булили за то, что я сиська в стриме, что, блядь. А сейчас мне похуй стало, я решила стримить в том, в чем мне комфортно. Поэтому твой комментарий был очень важен для меня и приятен для меня. Какой-то кал. Спасибо большое. Ну, кал в этой жизни нужен, чтобы понимать, что кал, а что не кал. Разумеется, снова скажу, что, как бы, ну, и вклад родителей очень важен. Но вклад родителей это не тотальный контроль. Вклад родителей это объяснить ребенку более-менее направление в этой вселенной. Ё-пока твою... Я говорю, батек реально чумачечий. Нихуя мне кажется, ты слишком веселая. Я такая. И меня за это, нахуй, булят. И на ютубе, и на твиче меня, блядь. То угашенной называют, то наигранной, то фриковой, то алкоголичкой. Вы мне извините, я просто веселая, блядь, и эмоциональная. Я что думаю, то и на языке у меня. Поэтому никакого соцконтроля на камере же нет. Поэтому я себя не сдерживаю. Вот я, блядь, в университете тихонько, блядь, ни с кем не общаюсь. А на камере меня не успокоит. Вы меня извините. А потому что тут никто мне в ебло, блядь, не даст. А в университете, ну, побить меня ногами могут. Естественно, там никто таким не занимается. Я полностью беру свои слова обратно. Всех коллег по университету своих уважаю. Но бывают такие дела. Я чуть не оглохла. Да, да, есть такие, блядь, проблемки. Я громкая. Ну что, блядь. Заранее делаем потише мой стрим. Потому что я люблю покричать. Я люблю покривляться. Я люблю пообщаться, посмеяться, побить по столу. Мое это счастье. Не моя удовольствие. Не копанет говнишка. Оно и не поймет, что говнишко в этом мире есть. Пока твое чадо не встретится лицом к лицу с этим говнишком. Оно не поймет, как на него реагировать и как с ним бороться. Да и в целом у меня нереально бомбит от того, что ребенка пытаются опять монетизировать. Да, я говорила, блядь. Все детские каналы надо нахуй заблокировать в пиздоне. И никому не вкатились, блядь. Это какая-то, блядь, сумасшедшая, чумачедшая вещь какая-то. Монетизация детей. Эксплуатация детского поведения. Все залупа из-под коня. А дела так себе. Так, сюда на базу. Что произошло? Кого мы хуй сосим? Про кого мы сплетничаем? И все твари, все гандоны. Только ты золотая, Таисия. Только ты права, все ублюдки. Я слушаю внимательно. Я как...